Дамы и господа, я вас приветствую! Это Smart Battery Case для iPhone 11 Pro Max и стоит этот батарейный чехол 11 тысяч рублей! Это очень дорого, в этом ролике будем разбираться, что это, в каких случаях это нужно покупать и нужно ли вообще, и заодно узнаем, как правильно замерять емкость батареи. Так что, заставочку, и сейчас во всем разберемся вместе. Кардинальных отличий от прошлогоднего чехла особо-то и нет. Вот он у меня в левой руке черного цвета, новый в правой руке белого цвета. Снаружи приятный на ощупь силиконовый чехол без подбородка, но материал со временем будет затираться и гиперактивно собирать пыль, особенно белый. Уверен, он потемнеет на гранях и, возможно, даже окрасится от джинс. Надевается очень легко, потому что у него верхушка, вот эта шапочка гнется. Изнутри чехол отделан приятной мягкой тканью, поэтому и выглядит приятно, и телефон не поцарапает. А еще там внутри светодиод. Он показывает статус зарядки. Кнопки, вырезы под микрофон камеры, динамики, лайтнинг для зарядки. Это все есть. В этом году добавилась отдельная кнопка для запуска камеры. Кнопка открывает приложение камеры, делает фото или начинает записывать видео, если ее подержать. Расположена она так, что пользоваться ей удобно только в ландшафтном режиме. Но действительно удобно, особенно если учитывать, что iPhone для многих это основная камера. Но интересно не это, и даже не емкость батареи и прочие циферки, хотя, конечно, до них мы с вами доберемся обязательно. Внешне это просто как бы батарейный чехол, но слово smart в названии там ой как не зря. Это весьма технологичная штука на самом деле. Смотрите сами. Здесь есть беспроводная зарядка. Удобная и нужная фича. И iPhone можно зарядить, и чехол, и можно даже делать это одновременно. Фишка-то в том, что чехол с умом подходит к самому вопросу зарядки. Если заряжаться, например, от простенького и слабого зарядника, то сначала будет заряжаться только iPhone. При невысокой мощности зарядки приоритет чехол отдаст именно трубке. А вот если подцепить блок питания, скажем, ватт этак на 45, это максимальная мощность, которую может принять чехол, то тут уже во весь рост будет шарашить 18-ваттный Power Delivery, причем одновременно в iPhone и в чехол. И таких реально умных аспектов распределения энергии очень много. Казалось бы, просто чехол, но ума ему на самом деле не занимать. При этом, как обычно, юзеру остается только пользоваться и заниматься своими делами, а все вопросы по зарядке и тому, как это сделать безопасно и правильно для смартфона, возьмет на себя чехол. Теперь по батарее. В миллиампер-часах емкость, ну, просто смешная. На две ячейки приходится 1430 миллиампер-часов. Но емкость батареи все-таки правильнее измерять в ватт-часах. Смотрим на внутреннюю часть чехла и пытаемся там рассмотреть номинальное напряжение. Оно составляет 7,63 вольта. Теперь это значение нам нужно умножить на показатель ампер-часов. Если миллиампер-часов у нас 1430, то ампер-часов получается в данном случае 1,43. Перемножаем эти два значения и получаем емкость почти в 11 ватт-часов. Это, например, девятая часть емкости батареи нового MacBook Pro на 16 дюймов. То есть, казалось бы, не так уж и мало. Но и вообще-то не так и много на самом деле. Apple обещает дополнительные 50% заряда батареи. То есть, если iPhone хватало, например, на 10 часов, то с чехлом хватит на 15. Рекордсменами смарт-баттаре кейсы никогда не были. Поэтому и в этом случае никаких сюрпризов. Знаете, вот не совсем понятно, а для чего вообще iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max батарейный чехол. Просто потому, что эти телефоны держат батарейку так, как не держал ни один iPhone в истории. В принципе, у меня стабильно без батарейного чехла к концу дня остается, ну, процентов 50-60. В зависимости от того, сколько я играю в Call of Duty Mobile. Да, мой сценарий использования в основном подразумевает использование внутри помещения, под Wi-Fi и прочее-прочее. Но даже когда я его использую где-то на выездных съемках, в путешествиях, мне все равно этого смартфона хватает более чем. Но все-таки, зачем нужен этот горбатый чехол, который делает iPhone как будто бы беременным и стоит как автомобильный аккумулятор? Дело в том, что если вам в повседневной жизни более чем хватает батареи iPhone от рассвета до заката, скажем так, то этот чехол не нужен. Он очень пригодится в путешествиях, если вы куда-то ездите часто по работе или просто отдохнуть и активно там пользуетесь смартфоном. Например, прокладываете маршруты, много фотографируете для этого теперь. И кнопочку специальную сделали, чтобы было максимально удобно. Словом, пользуйтесь iPhone и в хвост, и в гриву, то тогда он пригодится. Очень кстати, с утра вы сняли его с зарядки, полдня пользуетесь, он разряжается, снимаете, кидаете его в рюкзак и забываете, у вас полностью заряженный iPhone, которого вам точно хватит до конца дня. Поэтому краткое резюме, если вы часто путешествуете, либо вам просто не хватает батареи iPhone на целый день, то да, этот чехол подойдет, он умный, он классный, он действительно здорово сделан. Если же у вас все нормально с зарядом батареи в течение дня, то подумайте, куда еще можно потратить 11 тысяч рублей. Вариантов на самом деле огромное количество. Ставь похвалу этому видео, не забывай подписываться на канал, посмотреть какие-нибудь предыдущие ролики. А я прощаюсь. Совсем скоро увидимся. Пока. Было. Фух. В этот раз было. В прошлом ролике, по-моему, не было, потому что там в основном все было voiceover, поэтому как-то это было бы не в кассу. На самом деле чехол, слушайте, он реально дорого стоит. Он реально хорошо сделан. И он реально нужен в очень, скажем так, ограниченном количестве жизненных ситуаций. То есть, например, я им буду пользоваться, потому что я периодически выезжаю на какие-то презентации, на тест-драйвы, еще на что-то. То есть, куда-то меня зовут, где я буду активно пользоваться телефоном, фоткать, снимать видео и прочее-прочее. Реально, вот именно на Pro Max я стал гораздо больше снимать видео, потому что три камеры, они, во-первых, дают ощущение того, что ты можешь больше. Во-вторых, это фактически так. Ты реально можешь больше с тремя камерами, 4K60 кадров в секунду и прочее-прочее. И вот в таких ситуациях я действительно очень активно пользуюсь iPhone, и он у меня действительно садится. Но реально, если это происходит типа один-два раза в год, то гораздо проще купить PowerBank, например, ZMI, который я всем советовал уже на протяжении нескольких лет. Там есть и PowerDelivery и прочее-прочее. Он металлический, приятный на ощупь и стоит гораздо дешевле. Вот такая у меня мысль на самом деле. Вот. А я что, монтировать ролик сейчас буду? Кстати, новые касси полностью стальные, офигенные, с блютусом. Про них совсем скоро ролик сделаю. Вообще у меня в планах, вот, вы знаете, я обычно ролики записываю, ну, то есть, я ориентируюсь на текущий момент. У меня чаще всего нет какого-то огромного плана вот это, это, это надо снять. Я ориентируюсь на то, что происходит на данный момент, на то, что вот мне интересно и хочется снять. То есть, реально, какие-то далеко идущие планы я не строю. Сейчас у меня прям план. Сейчас у меня прям план. У меня есть определенное количество идей, которые я хочу в декабре реализовать. И вот сейчас я доделаю этот ролик. И снимаю я его в субботу. И в воскресенье я буду делать еще один. И, ну, на буднях, наверное, ничего не получится. Но так или иначе, прям вот, что-то я заговорился, очень-очень длинный выход из ролика. В любом случае, ребят, спасибо вам большое за просмотр. Огромное спасибо за поддержку. И двойное спасибо тем, кто досмотрел прям вот до этого момента. А отметьтесь как-нибудь в комментариях. Там, типа, плюсик поставить. Ну, то есть, чтобы было не особо палевно, но чтобы я тоже, в свою очередь, понял, что вы реально до этого момента досмотрели. Все, ребят, теперь точно пока. Большое вам спасибо за то, что вы со мной. Большое вам спасибо за просмотр. Всех обнял. Пока. Ну, и как это традиционно. Чпой.